вот в 90-е годы и там начале двухтысячных ради успеха важно было быть ярким прямо вот таким вот оригинальным необычным какой-то стиль жизни такой выдающийся вести вот почему ну потому что после десятилетий вот этого я не скажу тоталитарный такой же он был тоталитарный этот наш любимый савод но тем не менее людям как бы дали возможность быть теми кем они себя чувствуют внутри кем они хотят быть и это было востребовано например я помню прошел в полосатых штанах провинциальному городу где я вырос и мне такие друзья блин ты такой свободный ты такой раскрепощенный нифига себе как-то всего лишь это были полосатые штаны и все то есть поднимались наверх тех кто стали заметными кто не боялся выделиться из толпы сегодня другая ситуация сегодня все уже наелись этой яркости оригинальности и она другую крайность обернулась другую крайность которая уже достала достает людям хочется наоборот стабильности понятности вот поэтому сегодня важно быть серым серым в каком смысле на не выделяться вот например пришел иисус христос на в эпоху перемен и гадья бог и давай чудеса творить мертвых оживлять коллег излечивать еду из воздуха дела а по итогу его взяли и распяли почему да чтоб не выделялся потому что ну ты пришел да вот тут превратил нам в воду вино почудил погулял смутил людей их умы и души ушел ты же не остался правильно хоть ты назвал себя богом вот ты же не остался а нам что делать после того как мы все этот увидели чтобы нам это все показал опять возвращаться к этим засранным скотиной хлевам этой жесткой сухой земле который надо мотыжить да нет уж дорогой товарищ иисус иосифович на хрен надо короче пожалуйте на крест то есть есть время когда нужно быть ярким а есть время когда нужно быть серым вот сейчас наступают времена серые что герой это тот кто мог позволить себе быть обычным и счастлив тот кто удовлетворен жизнью обычного человек которому не надо много который доволен тем что есть